Я просто проснулся, хлопок сигнализации, вот вышел, смотрю, вот. Жигули двигались по улице Королёва на огромной скорости. Как рассказали очевидцы, в какой-то момент водитель не справился с управлением. Вон там шишка, полицейский лежачий. А он, видимо, ехал на большой скорости, ну, уже подкинул машину. Ну, кто-то говорит, что он выпивший. Машину бросила влево, и она врезалась в припаркованный у края дороги форт. От удара иномарка покатилась назад и врезалась в Део Матис. А малолитражка заделала стоявшую за ней ладу. В окно посмотрела, вот человек тут лежит, машина так стоит, и наши так собраны. Мы вот в ряд стояли, на расстоянии где-то полутора метров. Сдвинулся? Да. После сильного удара Жигули развернула поперек дороги. В семерке находилось два молодых человека. Водитель оказался зажат в салоне, а пассажир выпал на дорогу. Пострадавшие? Да, двое. Вот он, вот этот, водитель. Его потом с кабины вот так вытащили тут, растянули. Его вытащили, погрузили вот сюда. А второй-то, который лежал? А второй лежал, он еще пытался вставать. Потом люди ее ложили, говорили, не вставай. Я не знаю, насколько он штукнулся. Обоих пострадавших доставили в больницу. Хозяева автомобилей, которые разбила лихач, еще только подсчитывают убытки. Но уже сейчас понятно, что сумма окажется достаточно крупной. Черную машину можно еще восстановить. Эту можно восстановить. Это уже все металлолом.